Этот фильм про деревья из бетона. Вот представляете, такая коммерческая работа. Это реальная коммерческая работа, потому что везде, где мы берем объекты, мы везде почти делаем вот такие деревья. Ну не такие деревья, но делаем деревья. То есть, ну это такой вот бренд, ну фильм старый, и еще видать камера, видите, она нету стабилизации, но я хочу вам ее показать. То есть, уже у меня подборка сделана, посмотрите, вот какие деревья делает Коля, мой зять. Смотрите, он уже любые приемы, здесь и техно, и доски, и ковка, вот смотрите, и сухое дерево. То есть, здесь все подобрано. И смотрите, дело в том, что это очень толстое дерево. И отсюда, смотрите, какая широкая толстая кора. И вот такая как бы подборка, смотрите, здесь и такие вот как будто наросты сделаны. Вот здесь должен быть Wi-Fi такой находиться. Это телефоны пришли. Здесь будет такой Wi-Fi лежать. Я потом их и сделаю, покажу. Это такая-то хрень, которая будет лазить и носить информацию. Вот здесь, видите, и руль какой-то. То есть, вот это техно дерево, это просто въезд в гараж. Об этом я потом отдельный фильм покажу. То есть, как этот гараж делался. Ну, много отрывков есть, я попытаюсь собрать. Но в данном случае я концентрируюсь на том, как сделать дерево. И, ну, сейчас это обзор, а там в конце будет небольшой мастер-класс. И вот смотрите, здесь вот сбоку, это собачья будка. А будка будет с пропеллерами. Такие пропеллеры. А эта будка будет летать, потому что собаки летать не умеют. А будки могут летать. Это техно-будка. Ну, у нас не хватило, не нашли мы пропеллеров. Ну, вы извиняйте, что еще это старые фильмы. И мы фотоаппаратом снимали. Вот видите, стабилизации нет. И оно дергается, он не может зацепиться. Потом я купил уже другую блогерскую камеру. Ну, а фильм остался, пытаясь вам показать. Смотрите наверху вот этого забора. Какой пень стоит с газами, и он на пружинах стоит. Это чтобы никто не перелазил через него. А то же время вот такой охраны, видите там. А это вот такая собачка, техно-собачка. Она будет жить в техно-будке. Видите, у нее цепочка, она пристегнутая. Это какой-то шарик или бобик. Я забыл, как оно. И вот видите, это кошечка. Ну, у нее таджикское имя, я забыл. Какая лекыша, или что-то. Ну, что-то надо вспомнить уже. Там где-то написано имя. Это и собаки, и кошки. Вот видите, там и шестерни. Это какая-то техно-техника такая хрень. Ну, вот она к этому гаражу прицепляется. Ну, все-таки фильм о деревьях. Вот Коля, видите, зацарапывает сухое дерево. И вот такая крупная кора. Потому что эти корни идут от дома. А дом громадный и толстые деревья. А вот это вот, вот здесь, видите, потом будет, типа такие ступеньки сделано. А вот, посмотрите, ноги. Это ноги хозяина. Может, ближе сейчас покажет. А хозяин вот этого всего. Вот видите, это Володя. Обихрянцева там, ну, рядом с моей женой стоит. Он, правда, не любит, когда я снимаю. Ну, терпит сквозь зубы. А вот сейчас очень интересно. Посмотрите, вот это Ленин покрашенный столбик. В смысле, это труба камина и покрашенное дерево. Ну, фильм будет о каркасах. Здесь сейчас небольшой будет кусочек каркасов. Ну, как сделать ветку. И вот мы подошли обзор. Подойдем именно к небольшому мастер-классу. Вот это показывает, что мы уже сделали крышу на беседку, но не до конца. Ну, потом я отдельный по крыше фильм соберу, покажу, что надо. А вот, наконец-то, мы пришли к ветке. Присмотрите, вот так я доварил сюда кусочек ветки и к бетону прицепил. Вот так она выглядит. И вот ради этого стоит посмотреть фильм. Как сделать ветку и прицепить ее. Вот я показываю. Смотрите, вот такая она сечение. Одно. Второе. Эти ветки по сечению сделаны. И присверлены, и зацеплены в трубу дымохода. Это дымоход барбекю. И потом эти ветки будут... Вот видите, показываю, как она уже замазана. А это еще не замазанная ветка. И вот, видите, она достаточно жесткая. Но она как бы не несущая. Но все равно эта ветка одним концом защиплена. Как балка, защипленная одним концом в дерево. То есть, вот здесь по сапранату такой термин. Балка, защипленная двумя концами или одними. На один конец, он достаточно жесткий. Вот смотрите, эта ветка. Тоже старая, старая. Это, я не знаю, лет 6 назад. У меня были такие мастер-классы. И вот я вам показываю, как я делаю эту ветку. Вот таким мастерочком. Это, ну, выйти тоже еле там видно. Вот смотрите, острым мастерком я показываю, как делаю мелкую кору. И тоже вот такая ветка, вываренная. И она... Ну, здесь ветка очень длинная. И она очень жесткая. Она там... Ну, она железобетонная. Потому что она на дереве находит. Смотрите, видите, я вот такую кору делаю, мелкую. Ну, чуть-чуть другая техника работает. Вот видите, таким острым мастерком я делаю кору. Ну, как бы тогда не было Ютуба, и не стояли такие потребности, но уже тогда я пытался какие-то мастер-классы снимать, фотографии и такие короткие фильмы. Ну, фотоаппаратом снималось. И сейчас, как бы, я редко делаю кору. Обычно Коля успевает быстрее меня это сейчас сделать. Коля Толик, я говорю, каркасы. А это такой старый фильм, вот как блогер делает кору, кору дерево. Может, кому-то будет интересно. Видите, здесь кора немножко по-другому сделанная. Ну, эту кору достаточно быстро можно делать, ведь она, вот такие сложные, как бы, она имеет несколько направлений. И так как ветка тонкая, то и кора тонкая, ну, как бы, не крупная, не глубокая. Вот видите, я сейчас такие сучечек делаю, а сучечек будет сухой. Это прям, представляете, я на дереве нахожусь, и ничего-то не пойму, такое вообще плохое качество. Съемки, ну, какой есть, такой есть. Вот я показываю, все равно понятно, что я делаю и как делаю. Ну, короче, вот такая вот, такой вот фильм. Вот посмотрите, я его, как бы, на себя тяну, как бы, к толщине, немножечко подрезки такие делаю, как бы, ступенчатые. Они вот так вот делаются, ну, сучечек гладкий и тоже тяну, как бы, как бы, всегда наверх, потому что, ну, это раствор, как вода, если вниз ты его сгребешь, а наверх ты, как бы, его примазываешь. Надо очень хорошо примазать, чтобы не было, вот, не было, вот так вот делается вертикал, и вот так именно делаются, ну, сухие ветки. Ну, вот видите, как бы, YouTube нас подхлёстывает развиваться, мы потихонечку и оборудование покупаем. На этот год мы сделаем мастерскую, где освещение решу хорошее, и будем мастер-классы показывать, если возможно, скульптуру, как мы делаем. Я думаю, зимой будет время, я сниму работы. Ну, вот такой фильм показал. Короче, смотрите, как вы это уноситься будете, пишите. Ну, ещё решил вам кинуть несколько фоток, старых фоток. Вот смотрите, сколько, будем говорить, работ, и везде оформление завязано на деревьях. Вот деревья, окно дерева, корни. Посмотрите, всевозможные там жуки под дому ползают. Смотрите, какие срезы, ветки, вон, какие с дома торчат. А это вот корни, это входная группа, вот эти корни делала Лена. Ещё там, ну, давайте, 8 лет назад, может, 7 лет назад. То есть, везде этот приём применяется. Смотрите, подпорная такая ветка, как бы, упирается в дом, на ней грибы растут. И рядом, смотрите, светлячки, какие жучки, которые освещают проход. А это даже, видите, сундучок, и такой домовичок с ложкой сидит на ней. Он кушать любит, и это вот такая вот, и ключи на руке держит. То есть, вот тоже, но рядом дерево. А это вот очень интересная работа, и достаточно сложно. Смотрите, какая ветка торчит с дома. То есть, она весит, наверное, килограмм 300-400. Она большая, и, представляете, надо было сделать, чтобы её не оторвало. Ну, вот входная группа. Тоже везде деревья, пни, корни. Уже сейчас такие красивые сделали сюда входную группу дверь. Ой, а это что-то не по теме. Это, наверное, меня приготовили поужинать вечером. Чтоб я пришёл, и за мной сидят, следят, и чтоб я не худал.